Добрый день, дорогие друзья! Подготовила для вас очередной обзор товаров с Алиэкспресс. И сегодня это будет пряжа. Много-много-много пряжи. Все ссылочки я оставлю под видео, чтобы при желании вы могли приобрести себе понравившиеся моточки. Переходите по ссылочкам, смотрите, выбирайте цвета. Цветов на всю пряжу много. И покупайте. Итак, и первый товар. Это очень интересная ровница необычной фактуры, которая достигается за счет того, что в некоторых местах пряжа скручена, а где-то нет. Цвета необыкновенные, очень нежные. Вот этот самый мой любимый. Больше всего мне понравился. Подойдет такая пряжа больше для декоративного вязания. Пледы, подушки, возможно, шапки, но долго они не прослужат. Хотя помотничать иногда можно. Итак, дальше. Второй вариант. Это детская пряжа. Очень люблю такую пряжу с крапушками. А тут еще и цвета такие очень милые, детские, модные. Даже я бы сказала, больше всего мне понравился этот цвет. Вот такой какой-то он. Ментоловый, да, наверное, больше. Это вроде хлопок с акрилом. Вязать из таких моточков можно детские вещи, можно и для взрослых вещи, но на демисезон. Это не зимняя пряжа. Третий вариант. Это милк-катон, которого очень много на Алиэкспресс. Это хлопок с акрилом. Что-то вроде джинса от Ярнарт или Катанголд от Ализе. Почему милк? Потому что акрил, входящий в состав пряжи, делают из молока. Вот такое чудо. Как его делают, я, конечно, не знаю, но в любом случае звучит это очень интересно. Возможно, они этим нас и заманивают, приманивают, чтобы мы обращали внимание на эту пряжу. Следующая пряжа. Это фактурная такая пряжа. Помпонная ее называют. Если верить отзывам, мотка одного хватает совсем на небольшой квадратик. Что-то вроде подушечки из двух моточков. То есть можно связать наволочку только. Но для отделки супер, как по мне. Можно иногда побаловаться, попробовать, если хочется чего-то такого необычного. И цвета красивые, много. Следующий вариант. Это хлопок. Обычный тоненький хлопок, мерсеризированный. Похож на ирис наш. Много красивых цветов. Опять же, подойдет для летних вещей, для кружев, для салфеток и для малюток амигуруми. Я сейчас вот весна, лето наступает, и мне хочется вязать маленькие игрушечки. Я иногда из ириса их вяжу. Поэтому могу точно сказать, что для игрушек такая пряжа подходит. Так, следующий вариант. Это снова детская пряжа. У нее очень интересный состав, в который входит шелк. Я вязала из подобной пряжи. В работе она скользкая, очень безумно. На спицах тяжело вязать, особенно если опыта нет. Но результат, это просто нечто невероятно очень нежное. Подойдет для вязания новорожденным. Но кончики придется суперклеем прям приклеивать, потому что она очень скользкая. Она выскальзывает. Если где-то узелки, их лучше суперклеем фиксировать. Так, секционка. Еще есть шерсть. Кто за мной следит, знает, что я открыла для себя мир интерлака и частичного вязания, и теперь не могу пройти мимо секционки, потому что знаю, как красиво ее можно уложить в вязание. У меня есть даже видео на эту тему. Называется оно «Что связать из секционки». Оставлю ссылку. Посмотрите и разделите мою любовь. Потому что секционка – это нечто невероятное. Вот уже пошли другие моточки. Тоже секционка. Но уже немножко других оттенков. Хотя, ну, все оттенки, по-моему, необыкновенные. На какие я не смотрю. Все классные, все красивые. Есть такие более природные варианты. Есть такие уже вырви глаз немножко. Но в любом случае секционка – это очень красиво. Мне это очень нравится. Поэтому у меня всегда будет много секционки. Ссылок на секционку. Потому что секционка – это класс. Следующий вариант – это трикотажная ленточная пряжа. Но это такая необычная пряжа. Почему? Потому что она также покрашена секциями такими коротенькими. И за счет этого выглядит очень круто. Еще и здесь цвета такие больше природные. Да, такие травянистые. И, блин, мне кажется, так классно. Не знаю, мне очень она нравится. Я поэтому себе ссылочку сохранила. И вот с вами делюсь. Пряжа действительно невероятная. Следующий вариант. Конечно, не мой любимый. Но тоже имеет место. Почему? Сохранила ссылочку. Потому что, по-моему, это пряжа недорогая. У меня была цель найти что-нибудь не сильно дорогое. Потому что пряжа на Али такая выше среднего, собственно. Ценник. Сильно дешевой нет. Но зато интересных много. Это тоже, по-моему, хлопок с акрилом. Но почему мне не нравится? Мне не нравится окраска. Вот у желтеньких, голубеньких, розовеньких может еще и ничего. А вот этот бежевый моточек, который посередине, мне не очень. Так, следующий вариант. Это мохнатая пряжа. Тоже всегда западаю на нее. Всегда сохраняю себе ссылки. Не знаю, почему. То ли потому, что я хочу связать игрушку. Не знаю. Потому что вещи я не представляю. Только детские разве что. Взрослые. Ну, можно что-то такое носят. Но нет, не для меня. Можно для новичков, да, какой-то свитер связать. Он не будет видно петелек, если они у вас вдруг гуляют. Поэтому прикольный вариант тоже. Следующая пряжа очень мне понравилась. За счет цвета, опять же. Тут такие переходы, градиенты вообще. И какая-то фактура у ниточки на фото. Очень интересная, необычная, красивая. Мне эта расцветка напоминает. Сейчас продают кофточки. В технике батик. Такие под космос, под звездное небо. Вот что-то такое очень красивое и интересное. В общем, мне она приглянулась. Мне она понравилась. Следующий вариант. Это всем известная пряжа норка. На Али она тоже есть. Много где сейчас ее можно купить. Даже в магазинах, по-моему, русских. Но на Али ее очень много разных ценовых категорий. Это такая ниточка пушистенькая одна. А вторая ниточка стретч к ней идет. Чтобы пушистенькая, собственно, не разваливалась. Потому что пушистенькая плохо держит форму. И нужно вязать в две нити ее обязательно. Следующая пряжа. Это вот такая толстенная ровница. Для пледов, для пуфов вяжут. Но я слышала по отзывам, кто вязал из такой пряжи. Эти пледы чисто декоративные. То есть, ну, как бы укрываться ими, ерзать на них нежелательно. Поскольку, во-первых, они скатываются. Во-вторых, они неприятные. Потому что это шерсть. Ну, просто шерсть не скрученная. Просто ровница, да. И как бы не очень хорошо ее сильно базюкать. Следующая пряжа. Это опять детская. По-моему, тоже недорогая пряжа. Очень много цветов. То ли это хлопок с акрилом, то ли чистый акрил. Сейчас я уже не вспомню. Перейдите по ссылочке, если вам понравилось. Посмотрите. Но цветов, ну, вы сами видите, да. Какое разнообразие. Просто вот эти желтенькие особенно меня покоряют. Такой градиент красивый можно взять и сделать. Следующая пряжа. Это опять ирис. Вот не помню, тот, который был до этого. Или это уже другой. Возможно, другой. А возможно, тот, который был до этого. Ну, то есть, не ирис, да. Наверное, это называется. Как-то по-другому у них. Это хлопок. Тоненький хлопок. Наподобие нашего ириса. Цветов тоже много. Цвета красивые. Для тех, кто любит. Кружево, крючок подойдет идеально. Следующая пряжа покорила меня просто цветами своими. Это бамбук. Бамбук с хлопком, по-моему. Но цвета, вы посмотрите, просто такая нежнятина. Такая прям весна. Это какая-то китайская фирма. Китайский производитель пряжи, как я поняла. Потому что вот этой вот фирмы бывают разные виды. Разные моточки на Али. Это вот один из них. И все, причем такие хорошенькие. И отзывы на них хорошенькие. То есть пряжа должна быть неплохой. Это тот же, тоже от той же фирмы моточки. Но это уже хлопок. Тоже цвета, посмотрите, какие нежные, пастельные. Такие прям мимими. Для деток очень красиво. Ну и вообще сейчас пастельные оттенки в тренде. То есть можно смело вязать себе и ходить в таких мимимишных, нежных вещах. И быть прям девочкой-девочкой. Следующий вариант. Это такая пряжа интересных расцветок. То есть тут немного расцветок на фото. Но на самом сайте их больше. И все они такие ничего. И это опять же милк-катон. Хлопок с акрилом. Которого очень много в Китае, на Али. То есть видно, да, даже на этикетке, по-моему, там брызги молока нарисованы. Это хлопок. Очень тонкая ниточка. Прям безумно тонкая. Но и выглядит очень красиво. И очень красивые природные оттенки у него. Если у того ириса, который мы смотрели, оттенки такие больше мультяшные, не мультяшные. Но в общем неестественные. Здесь такие оттенки очень естественные, природные, красивые. Кто любит такое, обратите внимание. Это тоже хлопок. Еще тоньше, чем предыдущий. Это прям надо в три нити, наверное, вязать. Но у него такие красивые градиенты. Просто и тоже градиенты природных таких оттенков. Не химозных, не химических, не вырви глаз. А такое прям все естественно. Очень красиво. Наверное, на фото даже видно. Очень красиво. Но очень тонкие. Тоже надо, когда берете, об этом помнить. И думать. И знать. Это моя любимая секционная пряжа на Алиэкспресс. Тут, по-моему, состав какой-то хлопок с чем-то еще. То есть это не шерсть. Хотя выглядит как шерсть очень даже. Но она такая классная. Во-первых, у нее необычная фактура. Сама нить, она не гладкая. Она так плохо скрученная. Такая интересная. С какие-то вкраплениями. И в то же время цвета. Цвета это просто нечто невероятное. По-моему, называется она Артист. Называют ее. Это тоже пряжа из ряда секционки. Секционка бомбических цветов. Ну, просто. Ну, вообще, если до этого секционка была красивая, то эта секционка супер красивая. Я себе сохранила. Хочу обязательно, когда будет у меня такая возможность, заказать, попробовать. Потому что это что-то прям невероятно красивое. Вообще, как можно так красиво покрасить? Я просто не представляю. Представляю. Следующая пряжа. Одиночный моточек нашла я на Али. По-моему, в этой моточке 200 грамм. Она такая с пайетками. Очень много есть цветов разных этой пряжи. Я выбрала фотографию именно вот такого. Какого-то самого интересного цвета. То есть фон нейтральный. А пайетки разноцветные. Мне кажется, это очень должно интересно смотреться. И вообще, там есть просто с однотонными пайетками. Они беленькие, черненькие, разные. Ну, вот пряжи с пайетками, можно сказать, просто. Это тоже мне понравились очень моточки. Тоже по комментариям, по отзывам. Понятно, что пряжа очень тонкая. Пишут, что пряжа тонкая. Прям надо в несколько сложений. Но мне кажется, ее можно добавлять к какой-то другой пряже. Например, взять ту же акриловую или шерстяную нить. И к ней добавить вот такую буклешечку. Не буклешечку, а, наверное, даже больше этот вид, да? Да-да-да, конечно, это не буклет. Это, наверное, больше твит. Следующий моток. Вот такой тоже интересный. Какой-то маханатый. Наверное, подойдет больше для любителей вязать игрушки. Хотя можно и как отделку использовать сейчас в тренде тоже эти всякие меховые элементы, подмех. И что-то вот такое интересное можно, наверное, придумать из такого моточка. И цвета тоже такие какие-то попугайчи. Но по этому блеску видно, что это синтетика, конечно, тут не пахнет ничем натуральным. Ну вот и все. Собственно, все мои фотографии, все мои ссылочки закончились. Все, что накопила, вам показала. Переходите, пользуйтесь, радуйтесь. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И пока-пока.